В среду фонды Нефтекамского историко-краеведческого музея пополнились важным для истории Нефтекамской экспонатом. Красное знамя городского комитета КПСС принес депутат нашего города. Поспешили стать свидетелями события и дети войны, как объясняет старшее поколение, под этим знаменем трудились их отцы. Это не просто знамя, это показывает труд многих наших людей, нашего старшего поколения. Таким важным реликвием место именно в музее, а не в магазине. И я вообще считаю, что можно относиться к советской эпохе хорошо, можно относиться плохо, но в любом случае это наша история и мы ее должны уважать. Поэтому это знамя должно находиться в КПСС. В историко-краеведческом музее пять залов, один из которых посвящен истории Нефтекамска. Здесь можно увидеть старые фотографии населенного пункта, предметы домашнего обихода, одежду и другие экспонаты того времени. Именно здесь и будет храниться переходящее знамя горкома КПСС. Историко-краеведческий музей насчитывает около 11 тысяч экспонатов. Экспонаты самые различные. Среди них есть, конечно, и знамена разного достоинства. Нам передано в дар еще одно знамя, которое действительно имеет свою историю. И я считаю, что оно займет достойное место среди всех экспонатов нашего музея. Неизвестно, где находилось знамя городского комитета с тех пор, как перестал существовать Советский Союз. Однако в антикварной лавке полотно появилось в прошлом году. Знамя горкома КПСС к нам принесли где-то, наверное, летом. Попросили энную сумму, но мы не потянули, и человек забрал это знамя. И уже ближе к 7 ноября, к этой событию, он принес, мы его выкупили. Выкупили вот 7 ноября, как раз 6 ноября 2015 года. Это знамя у нас находилось в антикварной лавке. Передачей знамени горкома пополнение фондов местного музея не заканчивается. В антикварной лавке коммунисты города присмотрели вымпелы, значки и медали времен Великой Отечественной войны, Октябрьской революции и других важных событий в истории страны. Планируется, что эти предметы в будущем также перейдут в выставочные залы историка Краеведческого музея Нефтекамска. Татьяна Галиева, Артур Мерзагитов, информационная программа «Ежедневник».